У меня есть одна информация, что тебя... Да залий, ебал! Здравствуйте, дорогие! Блядь, экран видно. Непорядочно. Здравствуйте, дорогие, дамы и господа, добро пожаловать на стрим. Ну чё, ребят, соскучились? А вот нормально, ребят, что у меня один плейлист каждый этот играет, каждый стрим? Конечно, нормально. Потому что эта музыка годами проверялась в прямом смысле, блядь. Самая лучшая музыка, которая играет на фоне. Живой, да-да-да, ребят, сам соскучился очень сильно. Давно меня не было, конечно. Дай бог, столько же бы и не было. Как Киров? Да щас я всё расскажу, вообще супер. Мне всё понравилось, ребят. Ставли 5 баллов, блин. Ну чё вам рассказать, ребята? Клип снят? Чё с треком? Не сделан? Это трек, ребята, это пи***ц. Это вообще мой самый большой долгострой. После под луной, реально, самый мой большой долгострой. Вот ночь. Мы её пересводили... Я её лично пересводил 6 раз. Мой ассистент пересводил её 3 раза. Короче, вообще ни... Всё не можем до результата. Я щас другому человеку её отдал пересводить. Ну, короче, не получается чё-то с ней. Постоянно какие-то проблемы. Но это хуйня. Пока успеваем, ребят, пока всё в тайминг, пока всё супер, б***ь. Потому что клип монтируется, пока он делается там, пока чё, б***ь. Я думаю, мы трек закончим уже. Вот-вот осталось капельку. Припев останется прежний? Конечно, конечно. Да там нет, со звуком не у вязочки. Там я всяких понтов добавил, типа... Ну, которые я в альбом буду делать каждый. Ну, ладно, не буду говорить. Я там всяких понтов добавил, прикольных, короче. Всё, надеюсь, всё досведётся. Да вообще, песня, б***ь, всем нравится. Режиссёр сказал тоже, сказал, ну, б***ь, у тебя трек, б***ь. Да все верят в неё. Удивительно. Я говорю, я просто столько раз переслушал этот трек, что у меня уже не особо там. Ну, короче, много раз так переслушал её, что уже кажется, что это... Нет, ну, знаете, есть такой момент. Нет, все, кто слушает, все говорят, б***ь, вообще сильная песня, очень хитово звучит. Ну, надеюсь, получится, б***ь. Ну, надеюсь, получится, что он стрельнет. Клип сняли вообще суперский, б***ь, ребята. Ну, вообще, клип очень дорогой. Наверное, самый дорогой мой клип за всю историю. Не потому, что в нём что-то очень дорогое происходит. Там, в принципе, обычно, но просто интересные фишки юзери. Просто так получилось, что мы сняли клип год назад, он получился... Потом я переснимал, ну, сами помните, в Москву ездил одну сцену, переснял. И вот недавно в Киров поехал, переснял. Ну, он... Это всё заняло очень огромное количество денег, б***ь. Это п***ц, как дорого. Просто, ну, потратил на него, получается, в сумме невероятно дорого. Спасибо, ребята. Ты расстраиваешься, что клип г***но будет. А все в итоге хорошо. Рыжий. Все, что не делается, все к лучшему рады, что у тебя все получается. Спасибо, Викая. Это правда. Но, видишь, я потратил, б***ь, денег, чтобы переснять его. Но вообще, хотите скажу, сколько в общем я потратил на клип? Я могу сказать. Но мне, честно, неудобно произносить цифры. Сами знаете, я не особо о каких-то деньгах распространяюсь. Но потратил больше полтора миллиона рублей. Ну, если считать первый клип, как я переснял его, сцену снял в Москве, потом в Кирове. Больше полтора миллиона... Ну, я думаю, миллион шестьсот где-то вышло. То есть это... Ну, это невероятно много. Я последний за миллион двести... За такую сумму я снял все в порядке. Ну, вы помните, все в порядке. Там вообще хуй пойми, что происходит. Там и дороги перекрыты, да? Что только нету в этом клипе. Ну, и там немножко режиссер меня под***ал, после чего мы с ним не общаемся до сих пор. Это все в порядке, которое... То есть он не должен был стоить миллион двести. Мое мнение. Семьсот максимум. В Кирове дорого. Да нет, там нормально. Да вообще, короче, хорошо придумали. Там и история будет в клипе. Но она такая лайтовая, естественно. Я вам не обещаю. Там фильм какой-то с лютыми, смысловыми загруз... Нагрузками? С загрузками. Нагрузками. Интересный... Хотя бы просто не то, как... Смотрите, как мы тусуемся. Хотя тусовки там тоже... Даже песня такая. Я считаю, вообще прям... Результат очень хороший. Мы так, смонтировали черновую версию. Я пересмотрел несколько раз. Б***ь, мне все нравится. Вообще прикольно. Я и в клипе такой прям фреш-фреш. Я реально... Я как будто перед зеркал, как Егор Крид. Стоял, хотя я так не делал. Все равно так хорошо двигаюсь там, ребят. Ну, реально прям... Кайф. Съездил в Киров, значит. Б***ь, ну я даже не знаю, что вам рассказать. Там вообще, конечно, прикольно было. Кира вообще сам по себе понравился. Охреный вообще город. Я ожидал увидеть разруху. Нищету. Вообще... Чистенько так. Все красиво. Реально губерния такая. Прям з***ый город, б***ь. Кайфовый. Жрачка там з***ая. Боже, я, наверное, потолстел на килограмм 10. Мы только и делали, что жрали, б***ь. Где в Кирове можно вкусно поесть? Поеду скоро. Слушай, в центре есть кухня еврейская. Забыл, как она. По-моему, Шалом называется. Я даже улицы, я ничего не помню. По-моему, он называется Шалом. Какая вкуснятина, б***ь. Тебе приносят б***ь. Блюда, как произведение. Ты хочешь их в Инстаграм фоткать. А на вкус просто е***ый. Мы ходили еще... Там был какой-то офсет или не помню. Как-то так называется. Тоже популярное заведение в Кирове. Ну, такая, какая-то азиатская. Что-то типа азиатской. Ну... Ну, среднячок, короче. А вот этот Шалом просто... Какая вкуснятина. Все, больше я не успел нигде поесть. Там еще какие-то были бургерные у них местные. Ну, точнее, фастфуды какие-то местные с бутербродами. Забыл, как называется. Донар, донар, да-да. Полная х***а. Боже, какое г***о. Я извиняюсь, конечно. Это полная х***а. Это просто г***нище. Просто ужас, б***ь. Б***ь, как я дорестался. Это просто жесть. Это чё, кем, кого травит? Это х***а. А, я вижу Кировчая. Я такие, да-да-да. Ну, ладно, все. Я думаю, мне сейчас захейтят. А, еще там, кстати, в Кирове два Макдональдса. Ну, вкусная точка на весь город. Один закрыт, к***ом собачьим. Ха-ха-ха. А вторая очередь, короче, огромная. И этот Макдональдс единственный, который работает в полночь, закрывается. И работает только МакАвто. И не принимает, б***ь. Мы на полном серьёзе стояли, вызвали такси. Сели в это такси. Ну, Искандер сел в это такси. Проехал круг, заказал еды и вышел. Уж по-другому никак. Это, б***ь, странная х***а. Чё ещё вам рассказать о заведении? А, куб. Куб там есть. Такая движуха, кстати, тоже похвалю. Стоит, б***ь, б***ь. Куб. Там и кальяны, и мальяны, компьютеры, и кинотеатры. Прикиньте, в одном месте. Б***ь, какая идея мощная. Вот там мы тусили тоже. Ну, вообще, по заведениям рассказал. В Кирове, б***ь, б***ь, был вообще просто. Я даже не знаю, ребят. Ну, походу, да. Вернул я, так скажем. Ну, вот я сейчас как-то без б***ь, надо рассказать. Ну, короче, популярность 18-го года. Потому что это... Я просто из дома-то в основном не выхожу. А если выхожу только в такси, куда-нибудь до заведения. Мы шли, мы гуляли. Мы только приехали в Киров. Ночью гуляли. Машины останавливались. Я вам отвечаю. Я такого... Я говорю, я такую х***ь с 18-го года не видел. Останавливались машины. Выбегали оттуда люди. Там... И причем это не просто 1-2 случая. Их сотни, б***ь, понимаете? Где чуваки проезжают, останавливаются на обочину. Выбегают. Стоп, б***ь. Вообще лютый х***ь. Бегали, искали. Хотя я попросил меня бегать, не искать. Но все равно ходили, искали. Это просто... Это просто... Вообще у меня... Паранойя началась, короче. Потому что у меня реально... Есть ощущение, что у меня каждый, короче, начнет фоткать из постижка. Еще что-то и так случается, б***ь. Чуваки, б***ь. Да! Забыл я немножко это чувство, б***ь. Потому что раньше спокойно ходил, б***ь. По улицам, б***ь, было. Сейчас, да. Вот она цена популярности. Ну, немножко, да. Башку это... Но я же понимаю, что как бы... Как я откажу, во-первых, фоткаться людям? Ну да, момент такой смущающий. Но не так, что прям мне голову... Что я готов сторисы записывать и говорить... От меня не буду, пошли на... Такого уж точно не будет, б***ь. Ну да, такой есть момент, да, немножко. Чуть-чуть капельку... Звезда в шоке, да-да-да. Ну прикольно, ребят, вообще. Блин, очень нравятся результаты. И вот на фоне этого... Какое-то чувство начало приходить. Ну поняли такое? Чувство, когда ты на вершину поднимаешь. Комаров сколько, б***ь. Немножко такое ощущение мандраж, да, от... Ну, короче, вы поняли. В последнее время, вот как в Питер приехал, вообще работаю без остановки. Так всё хорошо пошло у меня, ребят. И по треку всё, клипчик. Я уже... Я уже следующий клип прописал практически полностью. Там капельки остались. Буквально одежда чуть-чуть. На пару сцен. То есть я за день полностью клип новый придумал, короче. Мерчик отрисовал там... Ну, наверное, не буду рассказывать. Там, наверное, немножко у меня... Не понравилась идея моего худоса. Я её переделал. И мне придумал новую идею. Она намного, б***ь, получилась. Вот. Я сейчас эту идею прорабатываю. Мне очень нравится. Вообще, ну, без остановки работает. Вообще супер. Ну, причём не напряжно. То есть нет такого, что я там с ума схожу. Вообще кайф. Знаете, чего не хватает? Единственное, вот сейчас у меня немножко не хватает. Скоро буду объявление кидать, ребят, по режиссёру. Вот если кто-то меня смотрит, кто умеет снимать ролики, свет ставить. Ну, вообще, прям нормально в этом разбирается. И из Питера. Нежелательно, а точно из Питера. Скоро буду объяву кидать. Объявляйтесь, б***ь. Будем платить деньгами и любовью, б***ь. Мне очень нужен режиссёр. Очень много всего хочется снять. Даже клип. Вот клип, который я сейчас продумал, второй. Это из разряда, как с Брейнмапсом, поняли? Прикол такой. Я гостя позову. Я даже знаю, у меня есть два... Две идеи, кого позвать. Если один откажется, то вторую. Позвать. Там будет прикольный клип, б***ь. Вообще, всё так интересно. Ну, эту фишку пока никто не юзал. Надо будет взять, короче. Будет прикольно. Но снять некому, понимаете? Некому снять. Ну, то есть, есть как бы уже режиссёр, с которым мы сейчас поработали. Который реально хорошо снимает. Но он живёт 2000 километров от меня. Чтоб туда-сюда не летать и так далее. Ну, какие-то простые работы. Какие-то простые видеоролики снять нужно. По-любому, чтобы здесь человек находился. Поэтому буду искать, ребят. И ещё хочу стримы уже делать запарные. Ну, в том плане, что на несколько камер, знаете, с продакшеном. То есть, уже можно. То есть, у меня аукцион висит, который можно снять. Его надо просто снять красиво. Прикольно. Вот, аукцион я не забыл. Ну, и стримы, наверное, вот такие будут продолжаться, как сейчас. Где мы сидим, ржём, смотрим ролики, троллим всех там. Или меня троллить. Что обычно бывает. Ну, и какие-то тоже стримы. У меня есть парочку идей, которые можно с гостями. Какой-то прям запарно. Как видеоролик сделать, поняли? Поэтому нужен человек, который это всё организует, всё снимет. Или на трансляции попереключает камеры, поставит как надо, чё. Ну, вот, будем объявлять. Мерч рисуется. Альбом уже вот-вот начну делать. Я уже потихонечку приступаю к этому. Дай мне силу успеть до конца года альбом. У меня, в принципе, лежат демки. Их просто доделать, до ума довести и всё. То есть, не надо с нуля, слава богу, писать. Но, прикиньте, если не получится и что будет. Я не знаю, как мне выкручиваться, потому что мы тур уже постану... Ну, вот уже тур... Объява по туру будет в конце лета. И поехать в тур без альбома нового этой... Что, блядь, короче, не знаю, блядь. Ты его полтора года пишешь. Слушай, больше. Больше, больше. Я его переписывал. Я же сначала один альбом писал. Потом его переписывал. Потом вообще его отменил. Я не буду название говорить, чтобы опять это самое... Не задрачивали меня. Потом новая концепция пришла мне в голову. Ну, такая... Как нос твой? Пока никак, ребят. На операции я всё-таки не ложусь. Потому что я немножко... Тайминги. Ну, я вообще должен был операцию в начале июня сделать. Для того, чтобы до Summer Sound вылечиться. Да, потому что от операции... Ну, сами понимаете, там физнагрузок нельзя никаких. Вылечиться, получается, отойти от операции. И отыграть концерты. Ну, сейчас, видите, так не получится уже. Уже не успею. Концерт я не смогу отпрыгать после операции. Поэтому придётся терпеть. Придётся терпеть до конца лета. Потом, ну, в начале, там, осени лягу на операцию. Вот, граф-канал. Да-да, кстати, вот это, знаете чё? Я недавно, значит, сидел. По-моему, это либо в Кирове было, либо когда я уже приехал. Сижу, ем и такой. Я забыл, что у меня есть канал Артёма Графа. Ребят, мне кажется, всё. Мне кажется, хайп прошёл. Я забыл, я же должен туда контент был попилить, короче. И забыл про это совершенно, блядь. Думаю, надо просто в нарезки отдавать. Если я сейчас туда какие-то ролики буду пилить, ну, наверное, да, не особо уже будет. Уже не так интересно, не на таком мандраже всё будет. Поэтому, наверное, будем под нарезки отдавать его. Да чё, нормально, нет. Но это вы пишете. Я говорю, вот самый главный хайп, он прошёл. Вот это вся, на новостях. Вообще, в идеале надо было, вот как я только купил этот канал, на следующий день я там устрицы ел. Потом надо было ещё ролики, ещё, 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 понимаете? А сейчас уже всем. То есть там какие-то свои просмотры среди моей аудитории наберёт. Дальше всем будет, я вам гарантирую, блядь. Видел комменты под реакцией на Моргенштерна? Нет, да опять завидую, да? Ну, я уже говорил. Я не смотрел, но я прекрасно знаю, что там. Чуваки, это вот, я говорю, у Моргенштерна самая глупая аудитория на свете. У меня нет привычки чью-то аудиторию, знаете, обзывать, типа, обобщать, да? Что вот все такие. Но вот честно, вот это чисто исключение. Вот Моргенштерна и его аудитория. Молстроя, вот у Молстроя и у этого придурка. Чистое хомячьё. Идиоты редкостные, блядь. Он уже казик, клип про казики делает. Всё. Ну, он богатый, ты нет, ты ему завид. Да это, блядь. Вот это читать, вот эту хуйню. Меня не должно это задевать, потому что я и так прекрасно понимаю, что это, ну, не особо умные люди, придурки, блядь. Радует, что их вообще всё меньше и меньше с каждым, с каждым днём. В своём телеграм-канале сидит, блядь, уже какие-то криптовалюты им предлагает. Потом эту криптовалюту скамят все, ха-ха, над ними смеётся. Они всё равно сидят, блядь, продолжают ему денег давать. Ну, это... Ну, я говорю, там, я уверен, что при таком отношении каждый день-то кто-то додумывается, что это полная хуйня, что происходит. И уходит, блядь. Их всё меньше и меньше, блядь. Потому что раньше, когда я делал реакции на Моргенштерны, не дай бог мне что-то сказать, блядь, лишнее. Так, блядь, начинался, ха-ха, ты никто, а он кто? А сейчас их всё меньше и меньше, поэтому забейте хуйня. Моя совесть абсолютно чиста, потому что я реально к нему начал лучше относиться. Реально. То есть я забыл все его старые косяки, подумал, что человек изменился спустя время, да? Что каждому можно давать шанс, так скажем. Учитывая, как на него все ополчились последние года, я сказал... Я уже говорил-то на стриме, что, блядь, да чуваки, да нормально он чел, на самом деле. Надеюсь, там получится у неё, не получится. Ну, то есть, как бы, вы помните, такие слова были. А потом всё равно ничего не поменялось, казики, хуйня, мазики, всякой хуйня занимается, так что всё понятно. Уже пол-лета прошло, вот я реально пол-лета. Блядь, я про-бываю лето. У меня терраса, я не могу гриль туда купить, я ни разу на террасе не потусил даже с ребятами. Мы один раз просто компанией потели, по сигаретке выкурили, ушли. Самый прикол, у меня проблемы начались с квартиры, знаете какие? У нас завелись муравьи летающие. Да, у меня на террасе облеплено, ну не всё прям, там они прям рой. Ну их ощутимо много. А помните, кстати, я вам про мушку рассказывал, помните? Вот даже в тиктоке, я в тиктоке видел там лайков, где я такой, здесь, помните? Сидит мушка, пытался её убить. Это, это оказывается, летающий муравей. Где-то их достал, хуйня, это они у нас на крыше завелись. Я вчера, как ебаный придурок, как граффитист, дихлофосом каждую стенку обрыскивал, не помогло. Мне кажется, что они от дихлофоса, наоборот, кайфуют. Потому что я специально все стены обрызгал дихлофосом, чтобы они на неё не садились. Выхожу через пару часов курить на террасу, а они сидят прям там, на этом месте. Мне кажется, у них там целая вечеринка была, блядь, с этим... С наркотиками, блядь, дихлофосными. Наркоманы, да, да, эти муравьи им по... Ну, завтра, наверное, будет, приедет ко мне человек, будет уже, этой, специально всё обрабатывать, блядь. Надеюсь, они исчезнут. Я теперь, я боюсь выйти покурить, того, что они летают, блядь. В ТикТоке у меня столько песен, вообще, в принципе, в моём репертуаре. А у меня в ТикТоке, под две тысячи клипов, звук, где я говорю, не хами мне, не перебивай меня. Что за бред? Причём, вы видели этот тренд? Что за хуйня форсится со мной в ТикТоке? У всех песни стреляют, да? Чел песню выпустил, бах, бах, бах. Другой выпустил, бах, бах. Другой пукнул, блядь, уже две тысячи клипов. У меня, пойми, что, песня еле-еле, и то я прошу, блядь, аудитория, пожалуйста, форсите. Ну, ладно, чуть-чуть пофортили, блядь. Но зато, вот какие-то мои фразы идиотские вообще со стрима, пожалуйста, давайте форсить. Вот это мне надо, блядь. Не дай бог вы ночь не будете форсить, не дай бог. Я вчера на самокате влетела головой в лобовуху машины. ЛНГ по истории. Приславая поддержки. Удачного стрима. А не гонять. На самокате надо аккуратно ездить. Вот, ребят, вы гоняете на этих самокатах, особенно вот эти по два человека на самокат, у вас чуть денег нету. Второй снять. Гоняет, потом бабушек сбивает, под машины попадает, пешеходов сбивает. А потом такие, как я, которые наслаждаются этими самокатами, мучаюсь. Вот раньше эти самокаты ехали 40 километров в час. Это же просто наслаждение было. Это был просто рай, гнать где-нибудь по набережной 40 километров в час. А из таких, как вы, потом, которые не умеют нормально это самое. Води. Но я не конкретно на тебя гоню, дуська, писька. Вдруг тебе реально там машина сама виновата. То есть, это не особо к тебе относится, я в общем говорю. Это же самый вид транспорта на данный момент. Особенно в Петербурге. Да и в Москве тоже. Просто раз... Хотя я падал с самокаты. Я падал с самоката. Но я никого не сбивал, слава богу. Чё-то я пропустил и момент. Ты такой маленький на экранчике. Чтобы детям на стриме было уютнее. Да, да, это правда. Чтобы детям. Я только всё ради детей делаю. Правда, мы их баним, ребята. Наконец-то мы начали чистить. Кстати, да, ребята, подписывайтесь. Взрослые люди, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Теперь у нас новое правило. Ну, точнее, оно было всегда, но не в таком масштабе, как сейчас. Теперь мы начали чистить комментарии. Да, я признаю. Реально, дети начали приходить. Их стало реально... Ну, с форсом, так скажем. Кажется, началось. Папа работает кое-где. Ночью уехал на совещание. Приехал ночью. Сказал собирать вещи. Уезжаем на дачу. За город. Потому что будет много детей. Кажется, началось. Но, я говорю вам, взрослые люди, можете не переживать. Теперь мы их баним. Я ничего против детей не имею. Вот реально. Да я не могу им запретить себя смотреть. Это невозможно чисто физически. Это проблема родителей их воспитания. Правильно же? Ну, когда я захожу в комментариях. У меня в Бравл Старс... Ой, блин, пися, кака, попа. Блин, смотрите. Чимин, мимин. Ой, фури. Это... Это просто пи***ц, чуваки. И я понимаю, что из-за этого взрослые люди там вообще не хотят общаться. Поэтому, ребят, ну как бы я вам еще раз говорю. Прикол, который я раньше фортил, он сейчас как-никак актуальный. Если вы ребенок и вы хотите сидеть в чате, пожалуйста, детскую хуйню какую-то, мемы свои детские, ну идиотские прям, не пишите. Тут как раз-таки проверка на возраст психологический, блядь. Насколько вы понимаете, что ваш мем тупой, да, правильно? Чтобы других немножко не смущать, так скажем. Если вы ребенок, просто, ну, адекватный, так скажем, да, психологический возраст у вас побольше, да, общайтесь, если вы адекватный, правильно? Все, никаких проблем. Как только мы видим, нахуй, какую-то хуйню детскую, особенно я вот профиль чекаю, там пи***ц, там, люблю того-то, люблю эту, ну, подругу свою какую-нибудь, поняли, типа. Люблю там Алину, ну, условно. Мештеги, мыштеги, все, хуй, сразу, навсегда, бан. Где вы находите гримеров для клипов? Работаю на рекламе. Хочется творчества. Спасибо большое, Дам Тонна. Ну, конкретно на свои клипы нигде. То есть я, вот, допустим, с Брайнлапсом, который вот практически своими силами снимали, там грима никакого не было, там похуй. Остальные, ну, у продакшен, у людей, они, у них какие-то там свои гримеры были. Бл***ь, на клипе Ночь мне такой грим запи***ли. Я в жизни такого, нахуй, не испытывал, блядь. Я вам серьезно говорю. Там такая команда, у чувака отличная. Гримерша была, она мне, короче, размяла лицо как-то, знаете, как-то потянула эти мышцы на лице, чтобы синяки, прикиньте, вообще. Гримеров нормальных еще хуй не найдешь, блядь. Реально, хуй не найдешь, блядь. Потому что я вот такого гримера хорошего, нормального, ну, первый раз, наверное, вижу, блядь. Прикольно. Даже тайм-кода со мной нет никакого. Иногда. Ну, слушай, даже, честно сказать, Даня Кашин тоже, мне кажется, не совсем вашего вайба. А, я думаю, ну, не совсем нормальный, адекватный человек, я думаю, что-то что-то засрет меня. А Даня Кашин в шпане? Да. Господи, я вообще ничего не знаю, это вещь. А кто еще в шпане? В шпане Даня Кашин. И все, это все упоминание, что я в шпане, блядь. А, Мафаня, Брама, Артем Богор, Бебрина, я. Только это самый крутой сквад получает. Ну, предпоследнюю можно тоже, как бы, выкинуть. Ну, Даня Кашин сейчас, да, он хозяин интернета. А, да, он, все, понял. Вот он. Тихо-тихо-тихо, хозяин интернета, тихо-тихо-тихо-тихо. Что это на Twitch? Ну, Даня Кашин сейчас, да, он хозяин интернета. Вот он в соло 28 тысяч собрал, лол, у него. Когда реально такое было? Я даже не помню, блядь. На канале такое плюс-минус. А сколько меня сейчас смотрит? Всего 15 тысяч, где 28, блядь, чё-то не понял. Раз был, когда собрались я, Мазелов и ДК. Ну, приятно видеть, что у него все хорошо. Ну, все отлично. Позитивный парень, посажен. Директор денег сейчас просто. А почему вообще Twitch-то, а не YouTube? Потому что там гораздо меньше аудитории. Все, а когда, а что еще про меня будет? YouTube долгое время, это невыносимо. Я не могу заглянуть свой чат, там просто атом. Есть такой момент. Хотя у меня нормально на YouTube держался чат до 2000 онлайна. Все? Да, посмотри, там про тебя постоянно говорят. Ну, конечно, приятный сл... Директор интернета. Ха-ха-ха-ха! Слезы от счастья пошли. Бля, приятно, чуваки. Дети приходят, потому что им нравятся твои тупые фразочки, которые форсятся в Тит-Токе. Вывод. Становимся джентльменами. Спасибо большое, Нафанни. Мне поебать. Я говорю, они... Пускай приходят. Они меня только... Понимаешь, дети это... Вот я без шута говорю. Сейчас без рофлов я говорю. Не кривляюсь. Дети, вот на данный момент, это просто двигатель медийности. Реально. Вот сравни социальные сети какого-нибудь... Ну, вот кого взрослые только люди. Ну, из мирового, да, медийки мировой. Ну, допустим, там Дрейк какой-нибудь, да, условный. Там Кенрик Ламар, вот так скажем, да, Кенрик... Ну, там возрослее, наверное, люди, да, со всего мира слушают. И БТС. Да, в БТС этого Кенрику, блядь, сасадка. Просто, вы помните новость, когда кто-то из БТСа... Да причем они даже сами этого не говорили. Кто-то из фанатов увидел аккаунт собаки, какого-то Чимина, там еще кого-то из них. И там за день 2 миллиона человек подписалось, просто... Это просто, блядь, БТС, да по-хуй вообще. Это просто, я говорю, дети, это двигатель медийности. Я говорю, просто главная, самая задача, чтобы они вот у меня вот в комментариях вот не срали. Пускай у себя там где-то, блядь, сидят и все. А так сопротивляться им совсем уж, мне кажется, нельзя, не лучший ход. Посмотрите на Моргенштерна условного, да, в его, ну, в рассвет его карьеры, самый лучший пик. Так он, он только на детскую аудиторию работал. Если вы забыли, если вы... Или вы не знали, или вы забыли. Только на детей работал. Вы не помните, как он ролики снимал с детьми? Это же не просто так, блядь. Я приехал к маленькому мальчику... Блядь, звучит, конечно... Чувак, что? Я приехал к маленькому мальчику, мы записали фит. Исполнил его детскую мечту. Я к другому мальчику. Там, помните, сколько детей у него там, блядь? Или где он там по городу прятал какие-то вещи, и там только дети бегали. Взрослые заниматься не будут этой хуйкой. Это для чего делается? Для того, чтобы сидели дети, другие, смотрели это на ютубе. Или там с планшета, как обычно, да? И думали, блядь, почему не я? Я хочу так же, блядь. Просто в мечтах своих плавали, блядь, и подписывались. Это реально только для этого делалось. Н-мастеров, да-да-да-да-да. Ну, мы сделали это ради формата. Я уж так, ну вот прям особо у меня идея захватить детскую аудиторию не было, естественно. Это мы сделали, потому что... Вообще, ролик с сценмастером, если что, мы сделали, потому что снимать нечего было. Реально. Мы такие, блядь, надо совместку. Ну, чё, снять, хуй знает. Я лежал такой, давай, вот как я делал, типа, к подписчику придём. Я говорю, давай, нормально, типа, с*** ты ролик за день можешь снять. Ха-ха-ха-ха. Ну, то есть там особо, да. И посмотрите, что сделали с его карьеры дети. Они просто его в космос отправили. Просто в космос отправили, блядь. Поэтому, чуваки, да, совсем уж вы***ть на них не стоит, блядь. Ну, то, что они паридурки, да, в силу возраста, это и есть момент, блядь. Мне завтра 20, заранее с днём рождения. Переживаю, что ничего не добилось, хотя имею то, чего нету друзей в 24... Блядь, тебе 20 лет, блядь. Ты чё, на приколе? Из-за вот этих тиктокеров, блядь, из-за этих блогеров, придурков, блядь, рэперов, да. Они все сидят, рассказывают, что я в 19 всего добился, там, и так далее. Не думаю об этой х***е, блядь. Они не все, они просто люди, которым повезло. Это исключение, блядь. В 20 лет нормально ничего не иметь, блядь, понимаешь? Это абсолютно норма. Нормально жить с мамой, там. Ну, конечно, не очень, но... Если, там, вынужденно, конечно, нормально, блядь. Не надо этой х***е заниматься. Вот этой культа, культа продуктивности работы и достижения целей. Просто занимайся. У тебя пока есть ресурсы, там, у мамы жить и не тратить на квартиру деньги. Занимайся то, чем ты будешь заниматься в 30 лет, кайфовать, правильно же? Или ты можешь сейчас в 20 лет от мамки съехать и только на свою квартиру и на коммуналку ебать каждый день. И так в этом... В этом колесе до конца жизни существовать. Я тебе серьезно говорю. Просто наслаждайся и все, не надо заниматься. Почти разобрали. А где здорованные помидоры с Кудыкиной горы? Ну, я их съел, если честно, Флэш. Спасибо тебе большое. Про Кудыкина горы вообще угарная история. Я сначала сказал, что я еду в Киров снимать клип. Потом понял, что это, наверное, немножко ошибка будет. Потому что, ну, как оказалось, да. Что люди будут ходить, искать, вычислять. Ну, вы поняли. И я начал говорить, что... Ну, вы помните, в прошлый стрим я говорю, я уезжаю снимать клип кое-куда на Кудыкину гору. И я постоянно это говорил. Я говорю, я уезжаю на Кудыкину гору. Ну, знаете, чтобы это просто место не говорить. И, в общем, Искандеру, ну, как моему менеджеру, написала девочка и сказала, привет, я с Кудыкиной горы, блядь, блядь. А где вас можно встретить? Я бы подарки передал. Блядь, это существующее место. Вы, ну, типчики, вы шарите за этот саусик, блядь. Кудыкина гора существует. Это реально поселок, прикиньте. Караганда тоже, да. Ну, я про Караганду, наверное, года 4 назад узнал. Ну, тоже охуенно. Да, где в Караганде, да-да-да. Я тоже охуенно, что Караганда это существующая гора. Но про Кудыкину гору я охуенно. И представляете, люди в Кудыкиной горе видели, что я к ним приезжаю. Чуваки, ну вот, что вы знали, это оказывается реально существующее место, блядь. А не прикол. Это вот раки там зимуют, интересно. Да, на Кудыкиной горе, блядь. Ку. А можно будет на концерте 18+, ходить с родителями. Отдаю тебе свою донатную действенность. Теперь у тебя и моего отчима есть что-то общее. Спасибо.